Ух, и спать вот так. Хочется есть и спать. В практике покушать поехали. Объехали по варамболе, здесь нам надо, здесь нам не надо. Приехали во Варендау. Кушать. Да. Что это так? Йога. Прикольно. Инь йога. Инь йога, да. Это не просто йога. Это инь йога. Но в этом и каков. В хатха йоге тебя там дрючат постоянно. Ну как, да, дрючат. Ты там час занимаешься и в конце такого у тебя росла духа. Так часто там напрягаешься. Да, постоянно в напряге, постоянно эти мышцы, это все это держать еще, чтобы эти позы правильно. Ну, в общем. Я на самом деле жду пока хатха йога, пока эта сессия закончится в хатха. И вот я уже каждый раз думаю, ну все, последнее. Ну все, последняя асана. Ну все, сейчас шавасана. Ну все, шавасана. А ее все нет и нет. Ну да. Здесь получается ты сделал какую-то асану. Ну позывали. И шавасану. Да. Ты в ней просидел. А, да. Это от двух до пяти минут. До шести даже. Да. Ты в ней просидел, ты прочувствовал, где у тебя там начало тянуться то, о чем ты вообще не подозревал, что оно есть и оно еще к тому же тянется. Причем ни в коем случае нельзя это перетягивать, потому что должно быть совсем-совсем еле-еле натяжение. И то есть вот ты просидел раз и тихонечко сразу откинулся. Без лишних движений, там каких-то стряхиваний. Без кипиша, да. Просто тихонечко вывернулся в позу трупа и лежишь. И прилег. Ну и ощущения реально классные. Прям вот ты чувствуешь то место, где вот у тебя там, я не знаю, кровь побежала, там, это пульсирует. Угу. Знакомишься со своим телом более глубже. Да, прямо ощущаешь сразу. Там сейчас все о немомы, там, я думаю, будет видно. На пальце остановились. Бляха, вот это боль. Ой, вей. Вот это боль. Вроде казалось бы на пальце, я же не полному там, да, как-то. Чтоб они выгнулись немного. У меня просто деревянное такое чувство. Ну, у меня еще там стайского, может, свои травмы, нетравмы, привычки. Правильно. Но потом, когда ты отпускаешь эти пальчики, так хорошо становится. Просто лежишь. А! И, кстати, чувствуешь какие-то, я вот почувствовал какие-то там, что-то там побегало. Да. Что-то бегает прям. Тепло, вот, я не знаю, энергия, что-то вот чувствуется. У тебя по этим меридианам это все бежит. Причем каждая практика, она делает, то есть это же инь-йога, там, это, я не знаю, что-то там с Китая, все дела. То есть вот эти вот, ну, делись. Меридианы. 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 Вода. На элементы, да. На всякие элементы. На всякие элементы, да. То есть вода, огонь, там, дерево, металл и эфир. Угу. Ну, и вот на каждый элемент там и ждут свои упражнения. Она перед этим рассказывает, где там эти меридианы проходят. Казалось бы, что ты там и завис в такой, в полу непонятной, типа, хозе. А вот оно, да. То есть когда ты просто попробовал, встал, ты можешь даже ничего не прочувствовать. То есть учетом того, что ты там стоишь от двух до шести минут, то уже на шестой минуте ты можешь, в принципе, даже чувствуешь. В особенности чувствуешь, когда уже все ваше, ваше ваше ваше. Угу. Прям реально бегает эта энергия. То есть у тебя полностью тело расслаблено, а именно в этом месте ты там чш-чш-чш-чш. Тело просыпается. Так что, хорошо. Это йога для ленивых. Для ленивых и для, вот чтобы прочувствовать этот момент. Потому что у тебя нахадки вздрючили, ты такой, оооо. И вот для новичков. Для новичков все равно то. Почему? Потому что прочувствовать это. Я не знаю, как для меня это не для ленивых йог. Просто йога предназначена для людей, которые гиперактивны, у которых не успокаиваемый ум. То есть это помогает успокоиться, помогает расслабиться. Потому что после хатхи йоги я так не расслабляюсь. Потому что хатха йога тебя все равно заставляет немножечко напрягаться. То есть это должно пройти время, чтобы тебе даже эти базовые асаны не причиняли такого напряжения. Дискомфорта. Дискомфорта. А вот когда тебе именно нужно успокоиться, то это только йога. Ленивые, не ленивые. Потому что для людей, которые гиперактивны, для них очень тяжело лежать в таких позах долго. То есть ты лежишь и думаешь, ну что, когда на все, ну все, ну все. Я первые разы дергалась. То есть там вообще можно даже глаза не открывать, если ты уже не первый раз знаешь, как эти позы делаются. То есть только на слух, да, за ней идешь, ты можешь даже глаза не открывать. И от этого весь прикол. Я первый раз, каждый раз, слышу этот звоночек, закончу. Подскочила сразу, да, правильно. Сейчас я уже тоже, я уже привыкну. Ну на бочок, еще вдохну. Немножко закрываем. Да, для резких движений. То есть это для гиперактивных людей это тоже своего рода, ну, такое, проработка. Да, то есть это вот медленность. Ну, а кто пассивный, кому нужно разогнать. Ну, если подошвим брать, там, кап, то это, ну, естественно, нужно хатха-йога, чтобы это вот, хатха и, ну, и дальше кто-то. Да-да-да. Это просто называют так, для ленивых или не для ленивых. Ну, это есть такие то, что, знаешь, сейчас я приду с утра и меня сейчас вздрю, что-то тоже хатха-ю. Ну, поначалу ты страшно, тебя так, извини, ты там потеешь. Ну, ты такой, че у меня тут, а ты такой, эээ, полежал. А здесь ты в контакте со своим телом. Ну и там тоже надо быть в контакте со своим телом. Просто пока ты до этого дойдешь, это возьмет энное количество лет, я думаю. Потому что некоторые там асаны, о-о-о, чтоб на них еще как-то дышать и концентрироваться, это, да, это возьмет время. Ага. Ну, своя, короче. Есть плюсы тут, есть плюсы, есть, эээ, чисто для нас. Прикольная тема. Ну, не знаю, возможно, мы еще со временем где-то у нас попадется нам преподаватель, который реально поведет по-хатски новичков, не будет вставлять по полной, а по-тихому... Ну, надо же на меня садится. А по-тихому поведет, чтоб это было более комфортно. Потому что, ну, пока мне не зашло. Есть какой-то свой там прикол? Ну, типа, ты едешь на эту еру... ой, сейчас тебя... Ну, ты, да, ты едешь на упражнения, потому что ты сейчас напряжешься. То есть туда ты едешь, потому что ты будешь расслабленный чуть-чуть. Ну, а я, мне после хатхи йоги, вот когда еще полежал со вас, и вот тогда вместе на ее встречу. Так во время, конечно... Ну, мне нравится вот это вот. Ну, хатхи йогам не нравится. Просто на нее надо вот настроиться, и ты идешь уже в конкретная практика. А здесь это вот... Здесь это никак не надо... не надо никак вписывать в свой график. Ты просто пошел, пробовал эти полтора часа этой сессии. А еще вот это у нас сопровождение с этими чашами и гонгом. Как просто, как шутомега, ты лежишь эти пять минут, и... И еще вот этот вот звук, это все в любом случае, это sound healing. Он у тебя, как бы, ты за счет этого, ты постоянно можешь оставаться в этом времени, да, чтобы мысли-то там никуда не убегали по своим делам. Ну, в общем, то есть, если где-то у тебя вдруг появится такая возможность, где-то ты получишь какие-то объявления, обязательно сходи, попробуй. Да. Тебе должно понравиться. Видишь, здесь уазис хватает. Хватает, да? Или она одна? Нет, вот инь-йогу я видела только пока у нее. Я так по всем чатам там, где что, кто у кого. Ну, инь-йогу я пока видела только одну. В хатской йоге очень много. Еще была одна девчонка, она на русском преподавала инь-йогу, но она уже улетела в город. Так что еще надо поймать. Ну, стой. Она, по-моему, только начинает развиваться. И она начинает набирать обороты у нее. В любом случае, от нас это рекомендация. Нам очень зашло, нам очень понравилось. Получится. Получится. Обязательно попробуй. Да. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok